ну друзья привет продолжаем саммитить короче говоря кто только присоединился это канал это группа Небица Фэмили ВКонтакте разгарничное сообщество об Ибице на Ибице, про Ибицу, как угодно вот и в эфире в эфире третий день саммита сейчас я уже в ВИСе в Дестину саммит закончился сейчас пойдем наверх в Дальтвилу но решил начать с центра Ибице бульвар Варадерей ну я знаю как как многие любят это место и поэтому решил начать не сразу с Дальтвил из Бастиона а немножко вот так вот пройти до Тудова потом встать на паузу, зайти туда и опять продолжить трансляцию ну надеюсь вам будет кайфово это посмотреть так что кто хочет писать комментарии пишите отвечая на вопросы, давайте беседовать в общем проявлять интерес ну и пойдем в сторону Дальтвилла в сторону АМС Дальтвилла гранд финале который проводится ежегодно в рамках как раз таки международного музыкального саммита на Ибице 2007 года в этом году в тринадцатый раз был бы в пятнадцатый если бы не два ковидных года тем не менее все проводится хочу также показать часто спрашивают а есть ли люди а купаются ли а какая температура так что отвечаю сразу на несколько вопросов даже не отвечаю а показываю люди есть людей много тепло ну моря рядом нет извините но поверьте на слово уже народ купается так что вот Дальтвилла вернее нет Дальтвилла чуть похоже будет Вар-а-де-рей бульвар тут какой-то готовится показ мод вот и в общем-то это будет чуть позже а сейчас пойдемте да отель новый открылся кто не видел не читал группу я про него рассказывал вконтакте называется Стандарт вот пятизвездочный отель группа Матутес открыла здесь раньше был кинотеатр Син Син Сера которому было 125 лет его свезли под фундамент сейчас здесь пятизвездочный отель называется Стандарт как я говорил ну дети балуются на красной дорожке это показ мод так что будет пока все только делают ну наверное стойно сегодня четверг более пятница уже на самом деле легко запутаться в днях недели потому что наявится каждый день суббота тоже сейчас спрашивают а есть ли отличия там между вторником субботой и пятницей вообще нет ну как бы оно есть да просто каждый день суббота вот поэтому будем считать что сегодня суббота условно вот отель Монте Соль старейший отель острова вот и в общем-то мимо него как раз мы пойдем наверх на дальтвиллу вот хадрок кафе уже открылось в общем ну хотел показать что много людей в центре гуляет вот вы можете это лицезреть в общем-то своими глазами вот так все это происходит детара бегает вот в общем-то ибица оживает все оживает людей на эти выходные вернее на эти открытия приехало уже ну очень много потому что у нас поступали заказы на броне столов на броне випов все давно уже забрать забронировано то есть мест свободных нет то есть чтобы вы понимали не то что столов нет билетов нет нет не нету а нет вот поэтому поэтому идем дальше вот уходим дорогу ибица репаблик магазин хороший бренд пойдемте наверное не знаю как но пойдемте здесь да вот кстати хорошее театр перейра театр перейра сейчас находится на реконструкции многие заходят в этот магазик театр перейра находится на реконструкции ее будут восстановиться это первый театр на острове спонсировала его со временем семья Матутес сейчас они же восстанавливают были слухи что здесь можно открыться у Швая слава богу этого не произойдет ну восстановят все так же театр так что здесь будет хорошо по-моему 1894 а нет 98 ну чуть-чуть ошибся на 4 года 894 год театр перейра но много лет он стоит в таком разрушенном состоянии вернее как один каркас внутри ничего нет вот скоро будет все хорошо вот и здесь раньше было заведение очень классное находилось но как раз таки находилось но ага вот свой съехал находилось но в фойе этого театра вот очень супер классное заведение очень демократичное к сожалению закрылась ну все чтобы восстановить театр приходит в магазин хитч вот люди такие очень дружелюбные в общем как всегда но представляете сколько все ждали открытия сезона наибице сколько все все терпели все достало уже по поводу масок недавно уже совсем практически отменили вот поэтому полисье вот поэтому все их сбросили иногда редко-редко встречается кто-то еще в масках но в основном ну все уже то есть все это дело ушло скажем так и народ с удовольствием от всего этого дела избавился да вот там на вершине уже виден как раз таки сцена в гранд-финале саммита вот идем как раз таки туда наверх приближу вот прям там вот прям там наверху так что друзья мои будем двигаться сейчас зайдем через главные ворота до Альдвиллы по Балюстраде и зайдем вверх поднимемся на саммит перед входом на саммит нажму на паузу чтобы нормально зайти с тобой вдруг очередь я не знаю там что вот и хотя с другой стороны посмотрим ситуацию если очереди не особо будет пройдем да и все вот ну как вы знаете как я уже говорил у меня пресс-пасс то есть официальная пресса саммита уже который год и в общем-то делаем обзоры для русскоязычного сообщества ну как раз таки саммита вот раньше я делал кучу фотографий снимал видео потом я все это обрабатывал выкладывал ну откровенно говоря особого интереса к этому не видел у публики достопочтенной поэтому решил делать просто стримы тем более появилась хорошая тем более появилась хорошая опция снимать сразу стрим в хорошем качестве и чтобы все это как бы было сразу доступно и видно и в данном плане в общем-то это гораздо лучше ну то есть гораздо лучше опция чем 200 фотографий которых на итог смотрит я и моя мама в моей серии вот заведение круассан чоу всегда полное всегда традиции острова нерушимы дальше пойдете наверх и вот она и вот она Дальгила практически как видите людей уже много сами можете наблюдать количество людей обедающих пусть люди кушают не будем отвлекать узнаете забьело не, без шуток вообще Джеймс конечно парень очень скромный и кто его не знает тот так может рядом идти в толпе и такой типа о, прикольно ну я-то знаю что это Джеймс забьело поэтому говорю ну ладно бог с ним он также вчера приехал на вечеринку к Саш и также стоял в скромной сторонке и потом пропал сказали все, Джеймс поехали ну вот если вы не знаете кто такой Джеймс забьело то загуглите ну что старые дольтвиловские а, да что-то ворота привет дольтвилла давно не виделись ну сейчас увидимся ну вернее уже увиделись площадка отполированная годами вот по в в в в в в в в в у меня конечно всех всегда поражал забьело своей скромностью просто я был на вина его в вечеринках это вот как д д д д пауз только с точностью дондо наоборот то есть такой же крутой только такой же скромный как за за забьело вот забьело скромный как как забьело и дамал две противоположные и поднимаемся надеюсь очереди не будет извините за подробности сходить руки помыть вот у нас нас забываешь это сделать сейчас зайти посмотрим так что да могу реально поставить на паузу хотя честно сразу сходу и поехали вот окрестностей дольфил старый город кто не знает все что находится внутрь внутрь города это краски старый город то есть такая old town вот поэтому и виса кстати кто опять же тут не знает остров называется ибице старик каталонское название оставили поэтому она внутрь так традиционно если я с не остается а вот поэтому и виса есть и висе вот товарищ изидоро макобич из драма макобич это первый историк острова вел летописи с людьми с рыцарскими фамилиями которые участвовали скажем так не в захвате острова а именно и острова испании то есть это это войска хайме первого гием де монгрин и собственно говоря изидором макобич изидором макобич который вел летопись именно этого вообще конечно не увидишь как за забьело кого-то ходит обычно это наоборот происходит но в данном случае оно как как-то так прикольно да и вот я был когда на одном из последних его выступлений в спейсе еще но он реально гик что такое реально прям ночной электрон в этом плане мега красавчик его вообще мега бонусы так ну как я ожидал будет мега очередь вот хотя где собственно говоря пресс-пасс хотя пресс-пасс говорит что через общую очередь это что проба это как так где дальше да прессу короче пустили через через главный вход пойдемте что ли прорываться ну наверно придется поставить на паузу сейчас посмотрим какая там какая там очередь решим уже что они нормально очереди вообще очереди нет так ну вот зашли на прессу зашли без без очередей суперкулос супер классно слава богу что так происходит с обычно очереди и так далее так теперь как бы прорваться вот туда потому что людей уже много я честно говоря думал восьми часам поменьше людей люди стали такими дисциплинированы что приходят в общем-то достаточно рано так да если где-то меня не будет слышно если где-то не будет слышно не обессудьте вот вот Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Людей становится больше, а ходить становится сложнее. Для камеры понятно, что немножко приходится так, чтобы не врезаться и никого не врезать. Тем не менее, есть места свободные, так что можно простоять. Музыка 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 Продолжение следует... Сейчас один парень шел, ну и двое стояли в сторонке, и он такой типа веселый, короче шел и выпил у них стаканы с выпивкой из рук, вот. Но что у нас случилось в этом случае? Я думаю продолжать не нужно. Хотя я честно говоря думаю о людях хорошо. Здесь я прошел, а чтобы вы понимали, чтобы взять выпивку, это нужно стоять отгрененную очередь. То есть вот это все, это в несколько реков, это очень к бару. То есть слушай реально стоять, причем долго стоять. Отстоять, при этом заплатить нормально, выйти и у тебя все разлили. Ну то есть короче, наверное у нас это было немножко как-то более... Хотя я хочу думать о людях в логинках хорошо, вероятно и у нас на это уже нормально реагируют. Но здесь абсолютно, я бы сказал, да чувак не свитни, ну я не выпивку уже, ну давай. Хотя я даже не знаю как я бы это реагировал, блин, чувак серьезно. Я сколько стоял, что ты делал. В общем, как атака. Ну 42 рубля это еще совсем недавно было, можно сказать. Мы ездили еще когда было по 23, что ли, по 24, я не помню. Такое что-то... А вот. Потом по 30, ну и потом по 2 лав. Немного вечерних даль-даль. Красиво вечерних даль-даль-даль-даль-дилла, и висы, конечно. Кто из нас не любит гулять по вечерней и висе? Конечно, все любят. Но кто-то вообще не пьет. И тоже говорит, что странные люди. Так что, ну, тут такое, каждому свое. Лио. 2015 класса. Мы с 2007. Валярия идет паром на Фармендера очередной. Ээээ... Кто-то, кто как называет, кому как удобно на самом деле. То есть я такой не грамма-нацик. Оригинальное название Паша. А там уже кто-то как. Паша, Пача, что и так далее. Лио тоже предназначает Паче. А вот где красненькие подсвечиваются Пачам, сегодня как раз таки там Венча-ринга открытия клуба. Ну вот, кто-то и раньше, чем мы даже, 2006 года. Классно. На самом деле, как я всегда говорю, неважно, сколько лет ты ездишь на остров, важно, как ты ездишь на остров. Потому что я знаю людей, которые ездят там с 90-х годов, с 2000-х годов, ну и так далее. А такое ощущение, что не ездили. Ну, то есть как бы ездят, считают годы, считают разы, но по сути человек, приехав год или два, ну или три, да, он может эти годы наверстать. Потому что остров, он, понятно, что меняется, понятно, что какие-то вечеринки есть, ну, отдельные, скажем так, которые, которых больше не будет, да, или что-то было было раньше. Да, это можно застать, и этого больше не будет. Но остров настолько богат своим разнообразием, динамики и движений, что можно ездить годами. Я знаю людей, которые ездят 10 лет и ездят, ну, только по определенным точкам. Ну, короче говоря, это то же самое, что ездить в Москву 10 лет, приезжать, ходить на Красную площадь, ходить в ГУМ, ходить в Средниковку, ходить, я не знаю, на стадион Лужники, и говорить, что я 10 лет езжу в Москву. Ну, фактически, да. Но это так. Ну, 2-3 места, это ездить, как это, в эти места. Бывает, люди приезжают, ну, там, ездят на Ильбису, приезжают, наплавят для Денбосу, ходят в одни и держат клубы места, и как бы, все. И до сих пор, допустим, не видят разницы в вечеринках. Это не называется ездить на Ильбису. Ездить на Ильбису, это приезжать сюда, не так же, как пользоваться, ну, наверное, хотя бы 50% видового, что предлагает Ильбису. Вот это ездить на Ильбису. Хотя бы так. Да, в клубы всегда лучше носить перуши. Говорю я, и никогда их не нашел. Хотя у меня эти перуши реально целый пакет. Карл Кокс, да, в этом году будет делать вечеринки 10M. Конечно, он делает, как и все другие. Перерыв был на COVID. Нет, у него был перерыв до 2000, с 2017 года, когда он ушел из спейса, появлялся в лайнапах на вечеринке Resistance, вот. После этого он перестал делать своих вечеринок у него не было. Сейчас он возвращается в 10M со своими вечеринками. У него были такие, скажем так, эпизодичные вечеринки серии Standalone, это было 10M, или в лайнапах на вечеринке Resistance, как я уже говорил. Вот. В этом году он возвращается в 10M. Ну, это правда, насчет перерыв. Я на самом деле уши берегу и не так часто на вечеринках, поэтому, ну, я согласен, перерыв нужно использовать как ни груди. Потому что оно потом все равно даст за себе знать в той или иной форме или размере. Поэтому я, конечно, не говорю о всех. То есть у меня есть прям два хороших, ну, знакомых, что ли, друга. Один известный промоутер из Санкт-Петербурга, а другой известный промоутер из Москвы. Вот. И один есть с 90-го года. Нет, один с начала 2000-х, а второй с 90-х годов. Но вот они знают, они по призванию промоутер, они хорошо знают. Я, конечно, знаю людей, которые ездят с этого же времени и стать им гораздо хуже. При этом ездят так же давно. Ну, то есть как атака. Ну, вот, как раз я только что его имел в виду. Как раз Юру Милозлавский я хорошо знаю и буквально недавно с ним списывались по поводу, ну, в битеринке открытия почти. Юру я знаю хорошо и, конечно, скажем так, у нас есть нити-чат закрытый, в котором он присутствует. Это чат IbizaFamily. Поэтому там такие люди близкие нам по Духу. И он там есть и, конечно, я его знаю. Должен приехать в этом году. И в прошлом году он тоже приезжал. Юра очень классный человек, мне нравится. Ну, наверное, нужно пойти скорее опять в сцене. Не очень хочется прорываться, но что делать? да, 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 да. Он мне, по сути, говорил то же самое. Ну, в основном ходит старая гвардия, ну и, конечно, одни и те же, потому что именно быть на такой волне, вечеринок, это, ну, не каждый сдюжит. Эскобар рулит. Я сейчас про его пляжный губ, а не про человека. Этого за к слову о Юре. В Эскобаре мне, к сожалению, побывать не удалось, потому что в этот момент мы только переехали в Петербург, и я еще был такой, ну, общительный, но как-то не доехал до Эскобара, а потом он закрылся, и мы не успели. Но зато, когда я познакомился с Юрой, он мне много рассказал про Эскобар, я у него много спросил, расставил т... Короче, как будто побывал. Ну, как-то говорят. как показала многолетняя практика, молодые диджеи, ну, или начинающие, или еще, сказать, не столь известные, или даже ноунеймы, порой, или зачастую, играют гораздо круче, чем именитые. Это вот практика прям последних лет. Почему так происходит? Ну, много мыслей по этому поводу, но молодые диджеи реально, если сказать, образно, в жопу рвут, извиняюсь за выражение, именно, чтобы, ну, показать себя, показать, ну, конкуренция стала огромной, и поэтому ребята реально стараются, и зачастую приобретать реально круче, чем, чем граммы. Вот. Я это видел давно, и тоже говорил об этом, написал, много раз в группе. Играет музыка. Как я уже говорил, сегодня, правда, много интересных людей, которых я обычно не вижу. Я раньше ходил много по губам, и в этом плане как бы глаз очень наметан. И сегодня, да, ну, что я говорил, согласен по поводу из гаммара. Играет музыка. Я играл. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Говоря нашим языком, рейтерское отжатие нового клуба на законном уровне, местный бизнес его отживает от другого бизнеса. В этом году они решили не открываться, что в целом большая-большая печаль для клаверов. Потому что большие штатки я делал именно на привилеж в этом году. В этом году они не отбираются. Субтитры сделал DimaTorzok Проект Армина вообще в этом году на острове пока нет. Я думаю, что не будет. На самом деле проект Армин, вот как по мне, давно себя и жив. Надо что-то переделать. Причем срочно. Что-то менять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Реконкистадоры и тут же АМС с большими диджеями, современными стилями электроники. Это, конечно, просто дамурашек. Потому что вот эта магия и вот такие маусы, которые никогда не были на бегу многих это слышащими, они, конечно, дают понять, что такое жизнь и что такое реальность. И люди, я думаю, хорошенько встряхнулись от всего этого и теперь смотрят на все это совсем другими глазами. Но практически кто-то всегда понимал эту простую истину. Друзья, чуть попозже, наверное, отключусь, потому что нужно посмотреть заряд батареи. На ходу я подзарядить его не смогу, потому что слог зарядки закрыть держателем. И что? Может быть, может быть, включусь попозже. Может, на немного. Ну вот. В целом основную, ну не то, что основную, а именно дневную вечернюю часть мы видели. Вот. Конечно, еще будет выступление кейт-лайнерам Жеми Джонса и Блэш Мадонны. Не уверен, что хочу дождаться этого сета. Потому что... Ну, посмотрим. Мне просто другие вкусы. Жеми, конечно, красавчик. Ну, поторожительница ижейских пультов. Ну, так себе, конечно, она. Все. captain times of the dark. а Defense Спасибо. Потихи. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...